Вы все наверняка помните вот эту пародию На оригинальность Пытаться кого-то спародировать это Камильфо А если ты найдешь свой путь Свою оригинальность, свою аутентичность Если хочешь знать То У тебя есть шанс Не спешите выключать видео и говорить, мол Опять Никита решил поговорить о расизме Нет, сегодня мы не будем говорить о расизме О чем хотел сказать автор этой пародии? Кто-нибудь вообще об этом задумывался? Нет, все решили, что это Способ, так сказать, прославиться Хайпануть немножечко Да, на этом все При этом никто не заглянул в текст поста А ведь автор, он поднял очень интересную тему Как найти свою фишку в творчестве Как ее найти и как посредством этой фишки Сделаться успешным Он назвал это индивидуальностью Я с ним не совсем согласен Я в конце об этом скажу И мне стало любопытно, а вообще как это сделать Мой стул скрипит, а если вы не хотите подписываться на канал Вы можете не подписываться Что нам говорят десятки книг про успех Выйдите за грани представления Бросите вызов условностям Не следуйте трендам Тренды это всегда копия С одной стороны, вроде бы как логично Да и совсем Тут бы возразил Тарантино В картинах которого Ну отсылка на отсылки и отсылка погоняет Он что, вор? Интеллигентный? Нет При этом у него очень много отсылок А как это получилось? Довольно продолжительное время Человек занимался рутинной работой Работал в видеопрокате Все режиссеры насмотренные Тарантино в этом смысле Я бы не сказал, что он более насмотренный, чем другие Просто в силу того, что это было его работой И он посмотрел, наверное, в свое время просто все Огромное количество фильмов того времени И проходного, и большого, и классики Видел очень много И он даже не знал тогда, что он развивается Человек, который влюблен в кино Долго сидит, смотрит фильмы Все А потом он становится режиссером И в своих работах отдает дань тому времени При этом насыщает он свои картины своим ощущениям Отдавая дань старому Вкладывает в это свое И в итоге новый, уникальный, индивидуальный продукт И это становится его фишкой И он становится успешным Многие в поисках славы Предбегают к дешевым провокациям Провокация не всегда плохо Вспомним Малевич Его квадрат — это провокация Все, что нужно знать о квадрате Малевича Где он его поставил? Он его поставил в красном углу На этой выставке в Петербурге Это контекст Это определенное высказывание Именно в то время Понимаете? Это провокация — провокация Но это какой посыл? Это художник Который прошел свой творческий путь становления Там был и импрессионизм И экс-импрессионизм И кубизм И символизм И футуризм И конструктивизм Бывают другие провокации Есть реклама Мы занимаемся рекламой Вольно долго ищем свою Тоже ищем свою фишку И если вы думаете, что вот этого достаточно Это не так Именно потому, что это Лично я Мы не считаем фишкой Во многом благодаря этому У нас, видимо, что-то и получается Мы так долго едем В чем сложность, как мне кажется, реклама? Реклама — это реклама И все плохо к ней относятся На самом деле И очень многие в рекламе Используют самые дешевые приемы От которых все встали Которые читаются за километр У рекламы так сложилось Почему-то есть такое устоявшееся мнение Что от рекламы Не требуется никакой воспитательной функции Никакое-то не творчество точно Да? Она не должна кого-то нравственно подвигать И, что называется, воспитывать страну Нам кажется, почему бы и нет И мы пробуем, идя в рекламу Заходить вот с этих сторон Сложно Но при этом Именно потому, что От рекламы этого Никто не ждет Может быть, поэтому Это и работает Может быть, это наша фишка Не знаю Но есть другие рекламы Есть Том Форд Все видели, да? Я сейчас не буду этого показывать Я не буду это показывать Потому что ролик заблокирует Это очень дешевый трюк Чисто такой Кондовый Рекламный Но сработал? Сработал Почему? Потому что мы такие На каждого Тома Форда Найдется свой Айвейвей Который берет Китайскую вазу Ну, художник Берет китайскую вазу Старую, древнюю Китайскую вазу И наносит на нее надпись Кока-кола Это узнаваемый Мировой бренд Для китайцев Это вот как если У нас в вооруженной палате Стоит трон Стоял, по крайней мере Я не знаю, где он сейчас И вот на него нанести надпись Яндекс Директ Так строить легко Или Яндекс Директ Покажет вашу рекламу Людям, которые Ищут похожие товары И услуги Хотя нет Это уже реклама Ну, вот надпись Яндекс Директ И все Это разрыв Что это делает Айвейвей? Древняя китайская ваза Как и трон Лана Четвертого Для нас Это история Что хочет донести Айвейвей? Что китайцы Утрачивают Свою культуру Это гениально Это провокация Между прочим Уровня Малевича Он о Боге говорит Он говорит об истории О культуре Но при этом еще Это и реклама Но это же гениально И мы сейчас в ролике Тоже сделали рекламу Но вы все это увидели Потому что она маркируется Поэтому я еще раз Расскажу вам Про Яндекс Директ Мы советуем Яндекс Директ Не нужно полагаться На сарафанное радио Сарафанное радио Это неплохо Но нужно что-то стабильное И это стабильное Яндекс Директ Яндекс Директ Покажет вашу рекламу Тем, кто ищет Похожие товары И услуги И его очень просто настроить Вы можете Сами Начать рекламную Компанию Для этого вам нужны Три вещи Вам нужен Заголовок Фотография И ссылка на сайт И вы продвигаетесь На вашу целевую аудиторию Вы сами Устанавливаете сроки И бюджет компании Не упускайте Возможность Заработать больше С Яндекс Директ Так мне кажется Не нужно целенаправленно Искать свою фишку Нужно заниматься делом И фишка Она сама Она родится Как герой Фильма Форест Гам Вот он бежит Его ничто не останавливает Он ни на что не отвлекается И люди Идут за ним Это же образ Он бежит так И как будто он знает Что он делает Он знает ради чего У него есть какая-то Миссия Цель И люди за ним бегут Они даже не знают Куда он бежит Что он хочет Он даже с ними не разговаривает Он просто зарастает И бежит А в чем он бежит Он бежит В кроссовках Фирмы Nike И это тоже реклама Но какая реклама Реклама грамотно вплетенная В сюжет Как наша реклама Яндекс Директа Грамотно вплетенная Такая И если бы не маркировка Вы бы даже не поняли Реклама это или нет А денежку бы мы получили Короче говоря Как найти свою фишку Погрузитесь в искусство В музыку В литературу Чем бы вы не занимались Отдайтесь этому С полной страстью Как это сделала Тарантино Экспериментируйте Как Малевич Или бегите Как Форрест Гамп Видя цели Не замечая препятствий Это еще не гарантирует вам успех Это грустная новость Но это правда Но потом Когда-нибудь Это произойдет Это событие Которое кардинально Поменяет вашу жизнь Сальвадор Дали Он был признанным художником А потом к нему пришли С Чупа-Чупсом Он поменял логотип Чупа-Чупса За миллион долларов Меньше чем за час Вот он Успех Вы же этого хотите Денег Возможно это байка Я с Сальвадором Не разговаривал Но возможно все так и было С чем я не был согласен в начале Помните я сказал Я в конце скажу Я не считаю Что фишка И индивидуальность Это одно и то же Фишка Это то Что может проявить Индивидуальность И индивидуальность Искать не нужно Она есть у всех Ее нужно только Проявить Что ее может проявить Дело Дело Постоянство в этом деле И фишка Которая появляется В результате Планомерного Упорного Продолжительного Труда Засим все Если вам все это не понравилось Если вам все это не интересно Если я вообще какую-то Чухню наговорил Вы мне об этом Обязательно напишите И поставьте дизлайк Нам нужна активность Ребята Любая Понятно Что бы я ни говорил Если вам не нравятся Дизлайки Нравятся Лайки Ну подписка ладно Ребята подписка Не надо У нас уже сколько человек Короче ребят Давайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok